Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Не обращайте внимания на мой усталый вид. Я сегодня столько всего успела. Съездила в спортсал, съездила в магазин, купила вот эту вот штуку. Это винил. Если честно, не очень удачно. Как вы видите, здесь видны швы. Это очень плохо, но другого варианта нет. Я просто не знаю, что делать с задним планом. Я сейчас смотрю, и мне не очень нравится, как выглядит мое лицо, потому что задний план немножко отсвечивает. Но это лучше, чем грязные обои. Будем дальше думать. Хотя я дохрена денег потратила и на это. Но ничего, будем экспериментировать. Сегодня у нас с вами очень вкусный мукбанг. Здесь у нас тантуни, шаурма, чечевичный суп, картошка фри. Очень вкусная картошка фри. Мне она безумно понравилась. Здесь айран. Вкусно. Чич, пока я раскладывала. Столько картошки я съела. По всем своим делам. Я ехала на машине, прикиньте. Уже, в принципе, могу везде ее припарковать. Нет, не везде. Я просто припарковываю ее там, где мне удобно. Если даже это далековато от того магазина, который нужен мне, я немножко прохожусь пешком. Лишь бы не было каких-то форс-мажорных обстоятельств, где я кого-то поцарапала или еще что-то. То есть я стараюсь делать так, чтобы без происшествий. Ничего страшного, если я там пару шагов пешком прошлась. Тантуни выглядит очень аппетитно. Это наш местный производитель. Не макненький всем. Но при этом, при всем, очень вкусно. Хочу вам сказать огромное спасибо за комментарии под прошлым мукбанком. Я почему-то была уверена, что никто меня не поймет, а наоборот осудит, скажет, вот, ты создаешь сама себе проблемы, потому что мои окружающие люди как раз так характеризуют мои проблемы. Абсолютно все считают, что я просто создаю сама себе проблемы. Но почитав комментарии и увидев, что не только у меня такое бывает, а у других людей, например, тоже, мне было, честно, очень приятно читать вашу поддержку. Очень приятно, честно. Вы не представляете, насколько приятно. Люди писали огромные просто сообщения. Это сколько времени они потратили, сил, что все это написать. Я поняла, что надо пробовать. Не рассказав, например, своей аудитории, я не знаю, как вы воспримите это. Я сделала для себя определенные выводы. Я хочу с кем-то подружиться. Я поняла, что мне, скорее всего, не хватает общения. Я реально ни с кем не общаюсь. И, возможно, из-за этого мне и грустно. Я решила, что я с кем-то обязательно подружусь. И мне нужен человек, который может выслушать. Не знаю, почему, все мое окружение всегда рассказывает о чем-то, но никогда никто не слушает меня. Или, например, я рассказываю, например, своей подруге о своих проблемах. Она не скажет, пошла нахер, да? Нафиг. Подруга так не скажет. Просто она скажет, забей, да ладно тебя. И все, собственно говоря. Да забей. Да все ок. Вот так вот. Я что решила? Хотя бы в неделю один раз я просто буду ставить тебе камеру и буду говорить свои проблемы, выговаривать на камеру. Мне бы же ответовали в комментариях, так? Если честно, то, что у меня в жизни нет подруг, в этом виновата я сама. Я слишком легко отпускаю людей из своей жизни и как-то забиваю на это. А потом человек остается абсолютно один и понимает, что ему плохо от одиночества. Если бы была какая-то классная компания, с которой можно было куда-то сходить, было бы вообще шикарно. Однажды я была в очень веселой компании. Это когда я работала в Асанхидмад. Нам раздали билеты. Не помню куда-то. Электро Эванс Холл. И там был чей-то концерт. Не помню чей, честно. Нам бесплатно раздали билеты. И мы туда пошли, большой такой компанией. А потом после этого мероприятия пошли в какой-то ланч, посидеть, поугарать, поиграть. И вы знаете, я столько смеялась. Там были и девочки, и парни. Такая крутая компания. Совсем забыла про лимон. Я же думаю, чего-то не хватает. В общем, если вы тоже одиноки, так же, как и я, и вам тоже хочется найти подружку, вы смотрите на меня, например, на мои видео, и вы понимаете, что у нас с вами очень много общего. Если ты тоже живешь в Баку и понимаешь по моим видео, что мы с тобой могли бы подружиться, напиши мне в Инстаграм. Я специально открыла страницу. Если не сложно, напишите какой-то небольшой текст, рассказ о себе. Сколько лет? Где учитесь? Будет очень интересно почитать. Возможно, среди моих подписчиков тоже есть люди, которые находятся в таком моральном состоянии, как я. Я просто уверена, что будут сообщения, буду читать. Возможно, с кем-то увидимся, подружимся. Было бы очень приятно. Очень вкусная шурма. Вот, честно, без преувеличения. Я сегодня снимала тренировку. Там была девушка, которая очень любопытно смотрела на то, что я делаю. И она меня спросила, у вас камера Canon J7X? Это же камера блогеров. Я так поняла, что человек в теме. Потому что эта камера как раз-таки предназначена для блогов. Это блоговая камера от Canon. Если вы заметили, у всех блогеров эта камера. Я такая, да, снимаю контент. И она такая, а куда вы снимаете? Я говорю, в YouTube. Я такая, а про что? Я говорю, про еду. И она такая, а, у вас кулинарный канал. Я такая, ну почти. И она мне такая, в смысле почти. Мне так стыдно стало говорить, что я сижу и просто ем на камеру. Я хотела там же еще взять чечевичный суп, потому что это сочетание просто нечто. У них есть бизнес-ланч, как раз-таки томбик и чечевичный суп. Но потом я вспомнила, что у нас дома есть уже готовый чечевичный суп, который готовила мама вчера вечером. я такая думала, что же покупать, если он есть. И мамин гораздо вкуснее. Приехала, припарковалась. Сама. Я так-то носиком припарковаться могу. Я вот с задом не могу. У меня как раз-таки проблема вот с задними колесами. Я не совсем понимаю, в какую сторону я руль кручу и в какую сторону они двигаются. Но ничего, я думаю, пока что, как получается, как могу, буду парковаться, а дальше уже видно будет. Не все сразу. Ну, вы знаете, мне очень повезло с моим братом. Просто такое хорошее. Где-то три дня назад я приехала, и вообще места не было. У нас во дворе это такая проблема. Если ты приезжаешь позже восьми, то все, уже мест нету. Что делают все? Оставляют машину, закрывают кого-то и оставляют свой номер. Ты потом, если хочешь выехать, должен позвонить этому человеку и сказать, убери свою машину отсюда. Он спускается и выбирает свою машину. Но так как я девочка, мне сейчас на нее очень хочется оставлять свой номер. Тем более, многие в моем доме знают, что я блогер. Не хочу, чтобы потом меня беспокоили. Звонили непонятные номера. И вот я приехала поздно. Уже у брата машина была припаркованная. Припаркованная в очень хорошем месте. Я позвонила брату и говорю, вот такая вот ситуация. И он сказал, стой на месте, я сейчас лечу. Вот не прошло, вот честно вам говорю, не прошло минуты. Максимум две минуты. И он оказался на этом месте. Убрал свою машину из этого хорошего места. Помог мне припарковать мою. А сам свою куда-то там. Кого-то закрыл, оставил свой номер. Потом ему в 6 утра звонили, что убери эту машину. Вот это вот настоящий брат. Реально, в любой ситуации, что бы у меня ни произошло, первое, что мне приходит в голову, надо позвонить брату. Даже когда я звоню, он же говорит, что опять случилось, что надо. То есть реально я горжусь им. И действительно так круто, что в моей жизни есть такой человек, который в любой сложной ситуации, неважно день, ночь, всегда придет тебе на помощь и поможет. Я тоже, в свою очередь, стараюсь чем-то помогать. Чем помогать? Ничем. Шучу. Я тоже стараюсь ему помочь в чем-то, в чем могу. Но он просто идеальный. Я желаю каждому в жизни такого брата. Несмотря на то, что между нами разница 18 лет, можем говорить на абсолютно любые темы, я его могу попросить, о чем угодно. Вот я вам всем желаю таких родственников, которые вам всегда будут помогать. и как вы думаете, девушку, у которой такой брат, супермен, который всегда во всем помогает, легко ли ей найти вторую половинку? Он не только по отношению ко мне так, он и по отношению к своей семье такой. настоящий мужчина. Настоящий мужчина. Это, конечно, реально упрощает меня абсолютно все. я один раз выставила в инстаграм фотографию нашу совместную. Не помню, его день рождения был. Нет, племянника день рождения был. И написала, у нас разница 18 лет. Там были комментарии, а кто старше? Прикиньте, были комментарии, а кто старше? Я, вы знаете, я старше на 17 лет. Я не знаю, это прикол или реально я так плохо выгляжу. Поэтому я не говорю свой возраст, потому что мне всегда дают больше, чем мне есть на самом деле. Мне очень неприятно от этого. Мне прям обидно. Когда мне было лет 17, мне все давали 25. Как это все жирно, вредно, особенно после зала. Но вы знаете, я в зал хожу не прям, чтобы накачаться, просто, чтобы подтянуть свое тело. У меня нет какой-то определенной задачи. Я иногда просто думаю, у меня иногда бывает, я прям встаю рано, и вот с утра до вечера, где-то на протяжении 12 часов сижу вот в таком положении и рисую бумажные сюрпризы. Я начала задумываться о том, что это может привести к каким-то заболеваниям. Вот. Поэтому надо заниматься спортом, хотя бы на беговой дорожке побегать, делать там пару упражнений, туда-сюда. У меня 30 минут на беговой дорожке. Потом есть определенные упражнения, которые я делаю в 3 подхода по 30 раз. и время от времени чуть-чуть увеличиваю нагрузку. Вот. Сначала у меня прям сильно мышцы болели, а сейчас как-то не так сильно. Точнее, почти не болят. Это нормально? Пишите в комментариях. Как вы думаете? У нас там тренер есть. Вот у нее шикарные формы. Мне нравится, как она выглядит. вкусно-тища. Честно, я обожралась. Было безумно вкусно. Видео тоже получилось длинное. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.